да не елось ты ты елоза мироша на бери отдыхай полежи что ты устал по моему прыгать упрыгался весь на батуте ты упрыгался отдохни все сил нет нету сил нет нету ну и отдыхай мама давай мне лючку хорошо у нас снова потеплело отличная погодка даня с темой поехали за продуктами будем делать сегодня пиццу да не вернем его делать у нас специалисты а мы тут дома гуляем у нас тут вообще столько всего созрела вдруг резко мы объелись про тоже клубникой и вчера обнаружили что и рга уже ягодки такие темные сладкие становятся и вишня черешня и что-то что-то еще был ты я забыла а смородину видела одну ягодку темную тоже можно скоро кушать будет сейчас покажу вам короче витамины такие просто кладезь витаминов вот это зелененькие а вот ой где же где же вот это ирга а мы обычно приезжали сюда в августе и не заставали никогда эту ягоду приезжали она уже или сухая или уже все съели сейчас прям тут море ягод ну вот они должны потемнеть стать темно-фиолетовыми и тогда они уже сладенькие вчера нашли мы несколько ягодок ну вот оказывается тут и даня уже приходил на разведку все по-моему съели вот темненькая ягодка есть и так вот черешня уже почти почти что готовенькая и надо потемнить и все ну уже пацаны ходят срывают и этим сегодня много сорвал клубники очень много уже объелись и сладко и она не кончается он кустик откроешь собирай не хочу называет вот смотрите и облизываетесь это же потом буду зимой досмотреть облизываться на эти ягодки такие вкусненькие эти тонны которые уже ешь и ешь и уже не так ценишь как ценишь это все зимой ждешь и скучаешь по этим дикаминчикам вот тут у нас помидорчики заросли укропа уже малина начинается ой а кто нас там ходит мироша эй ку 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 беги к маме скорее мама тут экскурсию проводит по клубничная вишневым тропинником ну ты же покушал уже пойдем переоденемся тут так жарко стало а ну да тут у нас видите горох скоро будем пастись тут да скоро будем кушать его пока еще рановато немножечко порогу мячку еще надо а вот и капуста . а вот вишни у нас будь здоров ой на солнышко посмотрел будь здоров супер мы хотим сходить вот туда там овраг и за оврагом растет это виноград там растет много земляники в общем пойдем собирать вот виноград у папы тут не трогай не трогай нельзя не они разрешают ирка ты мне решил помочь экскурсию провести мирошка правильно молодец ты уже знаешь ты уже как у себя дома черешни еще не совсем поспела зай она потом на шага будет сладкая пока рано еще косточку конечно не надо выбрасывать в общем вот так мирошка мы сегодня спали до 10 утра задрыхли это все потому что кто-то пришел спать к родителям в кровать да к маме и папе и так сладко спалось что он утром просыпается и говорит какая полюсия постелька на мирошка понравилось мамы с мамой и с папой спать вместе сложил на нас ноги руки в общем все что мог вот так вот и спали поперек кровати развалился и дал дел да сыночка пойдем переодеваться что на огурец в огурец тут у нас теплица и вот видите красота давайте маленький а нет ну не такой уж и маленький вот огурчик посмотрите это же витамин и даем естественном своем виде кушай давай мир ушка и каю что зато какой сладкий он вкусный здорово все удобно помидорки висят вообще объедение знали бы вы какие сладкие вкусные настоящий после этих помидоров не хочется есть никакие магазинные помидоры разве что череп через еще как-то более-менее можно есть что обнимать ты мой сладенький обнимашки захотелось ну и те убежал мама хотела тебя обнимать да для песочницы дедушка тебе песочницу скоро поставит насыпем туда песочкой будем там играть конечно мама села качаться сразу сынули я буду как давай покачать мама дедушка нам такую качель организовал сам сделал своими руками надо качаться с удовольствием да дедушка у нас на все руки мастер здорово нравится качаться мама покачать еще сильнее давай мироша до крыши достает почти я не доставай ну не достаешь конечно ты бы улетел туда с качели то сразу если доставал до крыши да качаешься же сильно вон как да вон как сильно качаешься Мирошкин огурчик пошел в ход у меня, как-то он не очень, мы расположим к овощам. Мне больше нравятся фрукты, сладенькое такое. Знаешь, я буду делать заказ на Вайлберрисе, заказываем там много чего всякого, мы же не имели возможности пошопиться этим летом, поэтому носим прошлогодние вещи там. Хочу сейчас заказать какие-то шортики, маечки, легкие, чтобы здесь можно было ходить, потому, что в город мы особо не ездим, они только продукты покупают, а я в город даже не езжу, потому, что нечего там шататься сейчас, тут как раз набирает обороты. Коронавирус, мы не хотим с ним иметь ничего общего. Мам, это просто домик там. И заказываю коврик для йоги, я почему-то думала, что у меня здесь коврик для йоги, а его тут не оказалось, поэтому приходится сейчас заказывать новый, буду здесь заниматься. Мам, это просто гараж, это просто гараж. Правильно, это гараж. Иди по травке побегай. Того газончика сделал папа. Ну, дедушка Мирошкин, так приятно ногами пройтись по вот этой травке, он такая аккуратненько, он её постоянно косит, ухаживает за ней, как здорово. Мирон, иди сюда, что ты убежал? Мама, а там, мам, это уже. Что? Что там, Мироша? Домик. Да, домик такой, видишь, старенький домик такой там стоит. Никто там не живёт. Ой, Мироша услышал газонокосилку всё драпать. Беги, Мирон. Пойдём домой скорее. Ой, да что вы говорите? Пойдём домой. Ой, страх какой ужас. Это же газонокосилка просто травку подстригает. Мирон, короче, Мироша наш, когда на карантине посидел, ой, ящерка пробежала, фух, хотела заснять, хотела заснять ящерицу, она от меня удрала. Ну, в общем, когда Мирон посидел на карантине, он стал немножко такой шуганый в плане улицы и всего происходящего вне дома. Когда мы вышли гулять, он испугался самолёта. Говорит, пошли, мама, домой всё, он прыгает уже. Припрыгал, да? Вот ты куда забрался, классно, давай. Закроет, мама, ты что-то вывалился. Вот, и газонокосилку стал бояться, не знаю, что уж там ему кажется, что это за страшный зверь такой. Что, нормально тебе там прыгать? Прыг, скок, прыг, скок. Да какой ты попрыгунчик сладкий. Мама, я готов пообниматься. Ты мой хороший, давай обниматься. Ну, давай, вот, я готова обниматься. Дядя, какие обнимасечки мои, котики. Здесь такая воля мальчишкам, да и не только мальчишкам. И мы тут отдыхаем. Да, они здесь работают очень комфортно, потому что есть комната, куда можно уйти, кабинеты. Вон там работают целыми днями. И можно на улицу прийти, на веранде вот здесь посидеть. И мне проще, потому что всегда можно выйти погулять. Такое разнообразие для ребенка. На улице столько игр можно придумать, найти. Ну, вернее, он сам себе развлечение придумывает. То, какого там муравья поймает. То еще что-нибудь организует. То на веранде вот рисовалка. У него тут пластилин. Беговел мне сюда привезли. Батут есть, в бассейн ставим. Кайфушка. Убежал от меня мой кексик вперед дома. Вот, а, короче, тут мы отдыхаем душой и телом. И вообще можно столько всяких занятий нам придумать. И всяких полезностей. И вода из колодцев, избытки тут пей не хочу, да. Вот мы и пьем. Установила себе приложение, которое напоминает о том, что надо пить воду. Я все время забываю. Вот я утром сегодня проснулась, выпила 800 миллилитров воды. Еще надо литр двести. Ой, кто там у меня? Кто это там стоит? Высоко сижу, далеко гляжу. Да, Мироша? Ой, какой ты большой. Ты больше мамы. Высоко сижу, далеко гляжу. Смотрите, какие цветы. Это же просто прелесть какая-то. Розы такие, вау. Я прям наглядеться не могу на это. А с той стороны вообще очень красиво. Сейчас покажу. Посмотрите, какое кайфушное сочетание желтого и яркого такого розового цвета. Вообще бомба просто. Супер. Я тоже хочу такой домик. Хочу такой дом. Вот с таким газоном, вот с такими цветами. Надеюсь, когда-нибудь он у нас будет. Конечно, дом это лучше, чем путь. Свобода полнейшая. Своя земля. И всегда свежий воздух, когда это нужно. Никаких соседей над головой. Мирошка, ты где там? Вот он мой хороший. Мироша, а тут где-то ящерица ползает. Ты видел ящерицу? Не ходи сюда. Куда пошел? Вон там по дорожке. Не ходи сюда. Здесь цветочки. Я не видел. По дорожке. А я видела. Вон там она была. В кустике убежала. С длинным хвостом. Ящерка. Не успела я ее заснять. Вроде увидела, куда она спрятала. Где прекратила шуршать. Но в итоге я ее там так и не нашла. Вот тут было. Окна все позакрывали. Потому что... Вот ролл ставлю. Потому что такое солнце яркое. И дома жарко становится. Если все закрыть. Все двери у нас закрыты. Всегда. Окна закрываем от солнышка. И дома такая прохлада. Даже холодно дома. Мы выходим на улицу греться. На улице сейчас 33 градуса. И мы выходим сюда греться. Дома такая прохлада. Мироша, что это такое? Это газонокосилка? Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз мироша на сколько тут всего питер возвращаться пока не хочется тут нам все нравится и я даже не знаю вернемся ли мы туда в сентябре все лето пробудем здесь и что мы будем делать сегодня пока совершенно непонятно знакомая сказала что учителей зовут на какие-то курсы на которых они обучатся кто-то меня позвал я сменила место локации в общем карантин неизвестно будет ли в сентябре потому и будет ли дистанционное обучение в школах в сентябре потому что учителей отправляют на какие-то курсы на которых они будут учиться обучать детей дистанционно обучаться такая вот такое масло масляное курсы на которых они будут разбираться как обучать детей дистанционно так что может быть нам вообще тут зависнуть я не знаю может быть и до нового года нам тут остаться посмотрим в общем все так быстро меняется и совершенно непонятно что будет дальше ожидается же 2 волна и все меняется и решение принимается спонтанным и мир совершенно не думали что мы поедем сюда в июне а вы другим и здесь и родуемся жизни вот ребенку кайф это бедный сидел заперти в квартире гуляли редко мало последнее время только мы там разошлись каждый день ночи гулять спускаясь по лестнице с 14 этажа чтобы в лифте не кататься с людьми пришла и что и что пообнимать ах ты мою сленечку ой боже мой какие котики сладкие эти котики ой мы с тобой упадем ты маму заваливаешь сейчас пойдем и такой обнимальщик я подумал я искальный ребенок машину машина видишь нашу ехала все папа стемой поехали дела решать а мы тут с тобой остались гулять мы скоро приедут привезут вам каких-нибудь вкуснях вкусняшек вкуснятик да Даня у нас в процессе приготовления пиццы 25 25 25 25 грамм на 4 сколько надо 25 грамм на одну петлю не на одну а пол кило а на тесто пол кило этот раз вот эта половина 50 грамм а вот эта 25 вот эта пицца мироша точит малинку и смотрят мультики и вот куда тем временем видишь пластилин а он прям так кружится я думала эти дрожжи мягкие такие влажные мммм они как пластилин шаха туда дофигачиваешь пицца по итальянской технологии вот как если ютуб не набрал да нет джереми врать не мог или лучанов кто или лучанов кто ты не видишь берем три ложки оливкового масла я взял больших три ложки больших оливковых масел раз прямо на дрожжи два да три три серединица в теплой воды наливаем все пицца готова пицца готова кушайте Мирон такой дивизировался Да естественно, ты все будешь. Тебе что не предложи, ты все будешь. Мельничка ты наша. Буду сразу, да? Все и месим, месим. Долго? Да, долго. Пока все не замесим. Больше ничего туда не надо? Соль и сахар. Сахар? А что-то сразу не положить? Потому что дрожжам мешать не надо. Нужно сначала замесить, а потом добавить соль и сахар. Дрожжи там кусочками какие-то лежат. А главное? Конечно, все должно быть кусками. Все, пицца готова. Смотри, помоги. Что? Я помогу. А что тебе помочь? Что, ты не можешь сам со стульчика слезть? Один, два, три. Мирошка, слезай со стульчика, ты большой парень. Мирошка, слезай со стульчика, ты большой парень. Ну давай. Мама, опускай. Смотри, тесточка получилась. Просто как бы непонятно дело, что... Ой, слушай, у тебя хорошо получается. 200 грамм. Так, вот берем соль. Я не успела включить камеру. 200 грамм. Попали. Соль 200 грамм. 300. А не сахар. Сколько сахар? Ложка? Ложка сахара? Не помню. 200 грамм соли, это, конечно, сильно, Дань. Сокурого столовых ложек сахара. А серьезно, сколько соли? Одну столовую ложку сахара, а соли 20 грамм. 10 грамм. 10 грамм? Да, сюда 10 грамм. Так, ложку столовых сахара без горки. Соль смешиваем. Как раз получается, вот эта ложка. И хитрая примудрительность. 10 грамм соли, 10 грамм сахара. 10 грамм соли, 10 грамм сахара. Что может быть проще? Где наш Миронов? Вот, собственно говоря, делаем дупло. Так это называется, да? Да, дупло делаем. Туда высыпаем. Подкормка такая для дрожжей. Ну, как не подкормка, а вообще-то соль убивает дрожжи. Серьезно? Да. Поэтому, как бы, мы замесили дрожжи, а потом добавили вот, типа, соли вот так. И начинаем... Мироновка, иди сюда. И начинаем месить это дело, потому что соли инактивируют дрожжи, понимаешь? Ну, как же они тогда поднимают тесто в итоге? Ну, как, потому что они уже внутри тесто. Начали жить. Все, короче. Все? Нет. Ну, в смысле, все. Что-то от меня ушло. Ну, потому что мне там неудобно, там стол шатается. Ладно, ты меси, я пойду Мирону покажу песочницу. Где-то там поставил песочницу, пойдем исследовать. Зачем тебе мухобойка, Тём? В случае безопасности. Мы же идем песочницу смотреть. В случае безопасности, вдруг песочница окажется... Вдруг песочница окажется туту. Вот на махнице были люди, которые были туту. Вот и песочница может быть тоже собой. Ты, конечно, фантазер. Короче, идем... Ой, еще такое солнце. Сейчас шесть вечера, и так солнце еще припекает. Короче, папа сделал тут... Ух ты ж... Ну-ка. Вон, такую песочницу. И надо будет... Завтра мы, наверное, будем таскать сюда песочек. У нас за забором тут есть гора песка. Будешь копать песок, таскать сюда? Да, мы сделаем тут классную песочницу. В общем, пацанам будет где поковыряться. Здесь, видишь, в чем тенек? Видишь, какой тенечек здесь? После полудня здесь. Хорошо. А я думала, что здесь уже сейчас песок. Почему я так подумала, не знаю. Кто бы его таскал. Кстати, папа пиццу готовит. Суперская. Да, папа там пиццу готовит. Я уже показала, что он там делает. Он не пиццу пока, вернее, делает, а тесто. Я даже не знаю, сегодня он будет пиццу делать, Тём. Да, сегодня. Сегодня, да? А он мне позовет. Ну, сейчас тесто подойдет. Будут что-то ваять. Он сегодня выходной. Поэтому балует нас вкусняшками. На самом деле, я не знаю, почему в последнее время он любит очень сильно готовить пиццу. Да он вообще любит что-нибудь интересное такое готовить. Ну, блин, Нэ, топить. Просто времени не было. А сейчас, знаешь, когда карантин сделали, папе стало нравиться готовить. Ну, наверное. Стало, знаешь, как бы скучно дома. Чем заняться? Надо вот себе, кто вдыхать. А, кстати, я прям весь папа. У меня тоже должна готовить. Учиться. Мы прям мечтали. Только когда приходят на кухню, оказывается, что у меня там кухня превращается в сплошной аврал, который я потом устраняю полдня. Ну-ка. Ну давай. Только без сальто, ладно? Блин, я тебе натерла. Давай. Ничего себе ты лягушка. Я лягушка кваква. Он к тебе лезет, товарищ, видишь? Ай, блин, надо было нас кинуть. Я сказал, азкин. Я лягушка квакушка. Квакуска ты. Лягуска ты, квакуска. Тут у нас мама отдыхает. Давайте, давайте, хоть потренируйтесь немножко. Мы пока покачаемся. Мы в итоге решили сегодня все-таки песок набрать. Открыли сейчас ворота. Расчистили тут нашу песочницу. Травы я начала. Дет, похоже, закончил, да. Игрушки для песочницы тут у нас. Не, давай... И сейчас мы, Тёма, знаешь, чем займемся? Иди сюда. Смотри. И вот тут куча песка. Не видно, что это куча, но она тут есть. И она поросла вся травой. Надо сейчас ее как-то то ли вырвать, то ли тяпкой протяпать, не знаю. И будем на тережке возить песочек. Пацанам классное развлечение будет. Тут такой тенек, такое местечко классное. Так, первая партия готова. Да, Нерончик? Уже что-то похожее на песочницу. А я там откопала какую-то неведомую зверушку. Не знаю, какие-то яйца чьи-то. Мама говорит, что может быть змеиные. Сейчас покажу. Жесть вообще, страшно даже. Вот какие-то яйца. А, это змеи. Чьё это может быть? Сейчас папа скажет. Гадюки тут водятся. Спросим. Гадюки живородящие. А, ну слава богу. Мы тут испугались уже. А ужи? Ужи тут. Это ящерицы. Ящери? У них мягкие они. Да, мы их кидали, а они пружинят. Может, их засыпать обратно? Да, зачем им? Домик у них тут. Ну ладно. Мы тут напряглись все дружненько. Тут из земли не надо. Потому что черные будут всегда. Ой, только ты поставь тележку другой стороной. Так тебе сложно будет перебрасывать. Тема тут посильно трудится. Помогает. Давай, Тема. Во, как классно. Слушайте, здорово получается. Мироша там уже все. Зарылся в песочнице. Что поставить в другое место? Ну, в песочнице. Зачем в другое? Здесь хорошо. Там везде у дедушки и бабушки. Газоны. Всякие грядки. А здесь местечко. Ну давай, давай, Тема. Побыстрей. Давай, физкультура. Можешь поменьше брать. Не обязательно много набирать. Вон, даже бабушка уже подключилась. Так, Семёновна, давай не будем рассыпать песок. Не рассыпай. Потом тут вот будем навоз возить. И землю, и все будет перемешано. Вот рассыпаем. И Мироша несет. Мироша. Мирон. Ой-ой-ой. Играть только в песочнице. Только в песочнице с песочком. Давай побыстрее. Или давай я буду играть. В песочнице иди. Ну да. Он тут тебе везде насыпет. И тем временем, пока мы там занимались песочком, Даня уже тут своя практически основа для пиццы. Сейчас будем запекать. Пойду, Тема позову. Потому что он очень хотел участвовать в этом процессе. Ой. Где-то Тема там остался с Мироном в песочнице. Караулить его, играет. Ку-ку. Тимос, всю черешню слабал? Иди, папа тебя зовет пиццу печь. Наконец-то. Беги. Мироша, как тебе песочек? Нравится? Нравится. Ой, как хорошо. Ой, череш она очень пислая. Ну, она еще не созрела. Он скоро станет сладкой, через пару дней. А пока он очень кислый. А пока он очень кислый, да. Но скоро будет сладко. И будем кушать. Ну, еще бы, знаешь, будем кушать тут. Страда ночи, это черешня. И пингом будем кушать. Что будем кушать? Пингом будем кушать. Сомню. Хорошо. Короче, пока мы там в песочнице копались, тут тихоря уже поедает пиццу. Попробуй. Ну-ка, ну покажи. Да, глотаный кусочек. Не, ну покажи. Ну покажи. Ты попробуй сначала. Покажи. Мы выжили Мирошика спать. Идем дегустировать пиццу. Такая вкуснятина. Здесь вкуснятина, да? Не выглядит. Не плеха, не плеха. Давай. Ой. Тоненькая. Без этого ножичка тяжело. Ммм. Ой, какая бомба. Крутяк. Да, это тесто получилось. Где оно? А что за соус? Из свежих помидоров? Да, из огородных. Класс. Круто, да, тесто получилось? Угу. Курка. Попробуй, курка. Угу. Сейчас попробую. Она прям тоненькая такая. Там даже есть, ммм. Видите? Пузыри, пузыри такие. Курка. А я нахрусте. Итальянская. Итальянцы в России. Какая вот? Тьфу. Махер. Такой вот мне сегодня ужин выдался. Прям фортануло. Пицца и чай из вкусвилла. Иван-чай с земляникой. Вообще вкуснятина. Класс. Не угомонится никак. И поставил перед мной еще вот, еще целую вот такую двойную, двойную пепперони, как ты сказала? Все, во мне уже три кусочка. Я пас. Тема четвертый уже поглощает. Худеем активно. Не знаю почему. Я всегда почему-то ем начинку, а потом уже тесто. Угу. Свои методы. Угу. Угу. Жаль, камера не передает аромат. Снязь. 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 Снязь.